Привет-привет, дорогие подписчики и коллеги! И сегодня мы начинаем запись нашего первого эко-подкаста про экологию, про экологичный образ жизни. Меня зовут Оля. Я Лиза. Мы расскажем про то, как мы с Лизой пришли к экологичному образу жизни, поделимся опытом внедрения экологии в офис нашей компании. Поговорим немножко о мифах, поговорим о том, что вообще значит быть экологистом. В конце будет конкурс. Тем, кто победит в конкурсе, будет крутой приз. И о нем расскажем в конце выпуска. Где-то около полутора или двух месяцев назад Оля проводила офлайн-встречу, где рассказывала про то, как она начала свой путь экологиста, рассказывала про свой опыт в этом деле, а также ввела раздельный сбор мусора в нашей компании. Мы эту встречу записывали в прямой эфир в Инстаграме. Она есть в записи. Если вдруг вы пропустили, то обязательно заходите на наш профиль и посмотрите это видео. Ссылка будет в описании. Да, вот здесь, где вы будете ставить лайк и корокольчик. Напомни нам, пожалуйста, как ты вообще пришла к этому образу жизни? Да, у меня была довольно интересная история. Где-то года два-три назад мои подруги активно начали ходить на мероприятия по названию «Белка», сортировать пластик, транслировать все это в своем Инстаграме. И я на них смотрела. Думала, боже, что за сумасшедшие, что за зеленые, чем они там занимаются и как они вообще к этому пришли. Вот. Потом жизнь меня занесла в Москву, где я работала в крупной компании, продающей одежду. Вот. И наблюдала каждый день большое число пакетов пластика, которые остаются после распаковки единиц одежды, после распаковки всяких там футболок, платьев, вот, пуховиков. И эти пакеты все куда-то выносились, выносились. И тут у меня сердечко ёкнуло. Я подумала, боже мой, сколько же пластика? А сколько же? И решила посчитать. Посчитала. И получилось около 365 тысяч тонн в год выбрасывают торговые центры только Москвы, без Московской области. Пластика. И меня эта цифра, мягко сказать, ужаснула. Вот. И я решила как-то, что я могу сделать, чтобы пластика в окружающую среду попадала меньше. Начала с себя, начала сортировать пластик дома. Начала просто по-тупому, знаешь, выкидывать вообще все, что, на мой взгляд, было сделано из пластика в один мешок и скидывать вот в сортировочные контейнеры возле дома. Вот. Но в какой-то момент поняла, что, наверное, все не так просто. Есть какие-то обозначения, они действительно есть, вот эти все маркировки в треугольниках. Так начался мой путь. Я позвонила своей подруге, попросила ее стать моим проводником в мир экологии, прочитать мне лекцию про то, какие бывают маркировки пластика, какие компании, куда что сдавать. Вот. Так я к этому и пришла. А у тебя? Какой у тебя путь в мир экологии? У меня была примерно такая же история. Моя подруга после каких-то совместных туз начала собирать пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, жестянки. И все это куда-то вывозила. Мы тоже на нее так сначала косо поглядывали, что зачем ты это делаешь, куда ты это все вывозишь, мы же сами можем это выбросить. Но потом она рассказала о том, как она сортирует мусор, как она ходит тоже на акции зеленой белки. Я как-то за ней постепенно втянулась, тоже начала с простого, с бутылок и банок. Но как-то потом дальше перешла уже на сбор другого пластика, бумаги, картона и всего подряд. Вот. Но я рада, что это теперь не только в моей личной жизни, но еще и в рабочей, что мы также в офисе теперь сортируем мусор. Это очень здорово. Каждый четверг наша компания угощает сотрудников обедами. Обеды привозят в пластиковых коробочках. И я наблюдала такую картину, что все кушают и выбрасывают все в один большой мусорный бак. И задумалась, а что сложного поставить еще один бак и попросить людей хотя бы по четвергам скидывать пластик в этот отдельный бак. Да, вроде как ничего. Ну и дальше эта идея как-то переросла. Я подумала, как же мне продать эту идею всем сотрудникам и коллегам. Пообщалась с некоторыми коллегами, узнала, что я не одна, что колышет этот вопрос не только меня. Я почувствовала поддержку и подумала, что просто поставить бак недостаточно. И решила выступить с небольшим мини-курсом, в котором уже я выступала неким проводником для своих коллег в мир экологии, в то, чтобы, в принципе, каждый из них ответил на вопрос, какое у них отношение к переработке, зачем это вообще нужно. Вот об этом мы разговаривали на моем выступлении, и это был, конечно, восторг, на мой взгляд. Да, это было очень здорово. И да, вот по четвергам мы действительно оставляли такой огромный за собой след. Я тоже вроде как замечала это, но я очень стеснялась, боялась. Потому что вводить что-то новое всегда сложно, когда ты не знаешь реакцию людей. Вдруг это кому-то не зайдет, кому-то это не понравится, кто-то будет недоволен или просто посмеется. Ты не боялась насмешек со стороны ребят? Я очень боялась. У меня просто, не знаю, тряслись руки перед выступлением. Да и вообще, перед тем, как я обратилась к руководству с идеей о том, что давайте поставим баг, конечно, мне было страшно, что мою инициативу не воспримут всерьез. Однако, это было не так. Я очень благодарна нашей компании за то, что такие инициативы поддерживаются. Это очень круто. А ты с такой интонацией, мне показалось, сказала, у тебя какой-то плохой опыт был с этим связан? Ну, в целом, да. У меня на прошлой работе тоже мы с коллегой были такие активные экологисты, ходили вдвоем на белки и прочее. И как-то решили поставить коробку для сбора бумаги, потому что это была языковая школа и было много именно бумажных отходов оставалось после уроков, после детей. Но мы поставили эту коробку и услышали столько приколов всяких про этих зеленых, да вы такие странные, зачем вам это все надо, вы же ничему не помогаете, просто так тут ходите на какие-то сборища, и от этого нет никакого толку. Но, к слову говоря, эта инициатива все-таки в итоге прижилась и сработала, и до сих пор они собирают. И вот недавно видел у них в инстаграме, что они продвинулись даже дальше. То есть, это было все не зря. Все мои страдания, так скажем, все это было не впустую. Круто, круто, молодец. Мне жаль, что тебе пришлось пережить такой тяжелый опыт с обратной связью от коллег. Но круто, что сейчас у нас есть возможность транслировать эту идею. Я знаю, что у нас какие-то еще, кроме моего выступления с мини-курсом, есть результаты. Давай поделимся, чего же мы добились на сегодняшний день в нашей компании. Да, на данный момент у нас, получается, стоит бак для сбора пластика. Он стоит на кухне. Есть также в серверной коробочка для сбора бумаги. И, по-моему, еще корзинка с батарейками, да? Да, у нас в серверной стоит коробка с батарейками. Да. Да, просто я как-то вообще в последнее время нигде нет батареек, поэтому я это не особо отслеживаю. Я слежу только за тем, что мне попадается под руку. Да, и получается, мы вывезли уже, наверное, килограмм 10 пластика, скорее всего, уже даже больше. Я уже просто сбилась со счета. Надо высчитать это все. Как-то я взвешивала пакет, и он весит около килограмма за неделю. Килограмм пластика у нас точно набирается. И это, правда, уже около 10 килограмм. Я считаю, это очень крутой результат. И по поводу батареек, как человек, который работает с мышкой, которой постоянно нужно менять батарейки, я частенько туда скидываю. Но на самом деле мы сейчас стали использовать батарейки, которые можно заново заряжать и повторно использовать. Те батарейки, они вообще старые. Их, наверное, нужно отвезти на очередную белку. Может быть, мы об этом как-нибудь расскажем в своих выпусках. Да. Круто. Да, мы достигли больших результатов. И делимся с вами, с теми, кто нас смотрит, чтобы вы тоже об этом задумались. И, может быть, тоже начали вести экологичный образ жизни. Ну, или просто послушали для развития кругозора. Теперь предлагаю перейти к нашей рубрике. У нас рубрика «Развеиваем мифы». Да. И я предлагаю поговорить о таком мифе, как все идет на свалку. То есть все равно, чтобы мы не скидывали в отдельный бак, все равно все идет на свалку. Что ты об этом думаешь? И, то есть, действительно ли это так? У меня поначалу были такие опасения. Я действительно об этом думала. Потому что я помню, где-то, наверное, года три назад, может быть, даже чуть больше, было видео из Новосибирского аэропорта Толмачева, где поставили до этого раздельные, то есть баки для раздельного сбора мусора, там отдельно для стекла, отдельно для бумаги. И спустя какое-то время появилось видео, где приходит человек, уборщик, собирает это все в один мусорный пакет и уносит. И люди были возмущены, что зачем вы это поставили? То есть, конечно, вы молодцы, что вы приучаете людей к сортировке, а выхлопа из этого никакого нет. Зачем? Вот. И мне после, особенно вот это видео, у меня очень плотно засело в голове, и когда я только-только начала сортировку, и думала, ну а смысл? Как бы я, конечно, молодец, но я действительно ли пользу приношу? Но потом я стала постепенно как-то разбираться, читать какие-то статьи от Белки. У них есть, насколько я помню, большой прям список заводов в открытом доступе, где можно посмотреть, куда они это все вывозят. Поэтому вера моя в это выросла. Да, я тоже, на самом деле, сталкивалась с случаями, с историями от своих коллег с предыдущих компаний, от друзей, что тоже компания крупная внедряет в себя экологию, и в итоге раздельные контейнеры все сбрасываются в один большой мусорный мешок уборщицы и выкидываются на свалку. Однако, я считаю, есть большой плюс в том, что люди хотя бы приучиваются отдельно выкидывать стекло, отдельно выкидывать картон, отдельно пластик, отдельно прочие отходы, да, это уже большой плюс. И также я считаю, что каждый из нас может самостоятельно дома прикладывать усилия к тому, чтобы сортировать мусор и выбрасывать его в специально отведенные для этого контейнеры, а вот эти контейнеры, они идут на перерабатывающие заводы. Например, в Новосибирске есть Tiger Siberia, Arctica, которые, собственно, живут за счет того, что они перерабатывают пластик. Мы вернемся в следующем нашем выпуске, где покажем вам, как обстоят дела на одном из мусороперерабатывающих заводов в Новосибирске, чтобы уже точно убедиться, что мусор попадает на свалку, а пластик попадает на мусороперерабатывающий завод. Я очень жду эту поездку. Я так давно этого хотела. Спасибо большое, что позвала на нее. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем попасть к этим ребятам. Думаю, что мы подошли к концу. Вот так вот быстро пролетели эти 15 минут. Так быстро пролетело время. И в заключение конкурс. Лиза, что нужно сделать подписчикам? Вообще мы хотим сделать наши выпуски очень полезными и интересными для вас, поэтому нам очень важно знать ваше мнение. Поэтому мы решили придумать такой конкурс. Напишите в комментариях любые ваши вопросы или просто темы, связанные с экологией. То, что вас больше всего интересует, что вас больше всего заботит. Человек, который задаст самый интересный вопрос, будет награжден очень классным супер-призом. Оля, покажи его, пожалуйста. Да, вот у меня здесь лежит... Откуда ни возьмись. Появилась очень классная кружка, которая сделана из уже переработанных материалов. Так, это держатель для стаканчика. Популярная кружка. Многие сейчас ее используют. Очень модная, легко вмещается в сумку. Здесь также есть трубочка, если вы пьете кофе из трубочки. И результаты в нашем следующем выпуске. Всем спасибо. Будем рады, если вы придете на YouTube, послушайте нас снова. Пока-пока. До новых встреч. Спасибо большое, что были с нами и досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok